Привет всем! Это дополнительное видео, оно подготовлено к ролику, который я сделал на своем основном канале и показал, как рассчитать мощность трансформатора от микроволновки, если его включить наоборот. Что значит наоборот? Ранее сеть 220 вольт подавалась вот сюда. То есть это его штатная обмоточка, которая должна идти на сеть 220 вольт. А вот с этих выводов снималось высокое напряжение 2500 вольт. В основном ролике я показал, как при помощи формулы по закону Ома и сравнительным анализом подсчитать мощность, которую этот трансформатор будет выдавать при обратном включении. То есть 220 я подаю на высоковольтную обмотку. Это можно, ничего в этом страшного предрассудительного нет, потому что тут и изоляция хорошая, и толстый провод. Все это позволительно. А вот с бывшей первичной обмотки я ее использую как вторичную и снимаю напряжение и ток, к примеру, для зарядки аккумулятора. И чтобы это подтвердить экспериментально, я решил сделать вот этот вот ролик и показать, что будет происходить, какое напряжение будет на нагрузке или на том же аккумуляторе, какой ток будет проходить через нагрузку. Все это покажут приборы. Итак, у меня из исполнительных механизмов и приборов, это трансформатор от микроволновки, который будет включен наоборот, вольтметр, который будет измерять напряжение именно вот на этой нагрузке. Это лампочка 10 Вт автомобильная. Вот провода от вольтметра. А это будет амперметр. Ну, точнее, это амперметр и есть. И он будет измерять ток, который протекает как раз через эту вот лампочку. Ну что, включаем и смотрим, чего, как говорится, будет. То есть, лампочка горит, напряжение на лампочке 11,8 Вт, этого не хватает для того, чтобы заряжать аккумулятор. Ток через лампочку 0,73 Ампера, то есть не доходит до Ампера, но мощность по переменному току мы можем рассчитать. Можно ли заряжать аккумулятор? Да, можно. Дело в том, что сейчас мы измеряем переменное напряжение, а, как вы знаете, действующее значение будет выше. Во сколько раз? Для этого есть формулы. То есть, мы сюда подцепим выпрямительный мост и тогда уже проведем следующий эксперимент. Но следующий эксперимент будет, разумеется, в следующем ролике. А это вспомогательное видео все закончилось. Если кому-то был интересен расчет мощности этого трансформатора, то есть, сколько именно Вт он должен был выдавать, то, пожалуйста, по ссылочке пройдите, посмотрите видео на основном канале. А на этом все, ребята. Пока. До следующих встреч. Трансформатор от микроволновки был включен в розетку. Наоборот, была запитана лампочка на 10 Ватт. Через нее прошли ток и напряжение.